Царская псовая охота И что происходит в процессе Что увидят, что почувствуют Те, кто получат этот сертификат Это разработанная программа Тур, который мы представляем на московской выставке Интурмаркете и МИД-2016 Гости, которые получат Возможность отдохнуть Это действительно поистине бутцарские забавы Начиная от выезда Очень красивого в каретах С лошадьми, с борзятниками С вежлятниками Это будет представлена в обеденное время Настоящая охотничья кухня Развлечения Которые Были приняты при дворе И, соответственно, непосредственно Смогут посмотреть комплектную охоту И скалинную охоту А как вы будете представлены на выставке Буквально несколько слов Я знаю, что сейчас уже идет в рассылке Что будут и собаки, и еще что-то Это действительно так? Вы возите животных? Нет, с собаками мы решаем вопрос в Москве Потому что достаточно хлопотно Конечно Но фотозона полностью Наши костюмы Историческая коллекция Уже готовится к отправке Отлично Тогда давайте поговорим В принципе о вас Как о представителе туроператора Когда вы решили стать туроператором? Это же не турагентство Это большие обязанности Большие заботы Туроператор – человек, который Формирует тур, создает его Ну, получилось все очень просто Когда мы представляли наш продукт Туристическим компаниям Получалось так, что менеджеры Не совсем понимали тот вид продукта Который мы представляем И это была вынужденная мера А в дальнейшем Все оказалось достаточно проще Потому что Действительно формируют Свой собственный турпродукт И у нас очень много заявок Сейчас идут со стороны Иностранных компаний Это представители И Арабских Эмиратов Представители Германии Австрии И получается так, что мы просто Делаем программы Под All Inclusive И все включено Для каждого В индивидуальной Можно даже так сказать Да, конечно Основные направления Работы компании То есть вы все-таки Ориентированы На Внутри Алтайского края Туризм Или это На сегодняшний момент У нас получается Есть свои собственные туры Которые именно связаны С раскрытием Истории королевых направлений Да, вот вы рассказали Один из примеров Хорошо Второе направление Это непосредственно Мы предоставляем проживание Для всех желающих Республики Алтай Алтайский край И непосредственно Белокуриха То есть именно Услуги связаны С внутренним туризмом Также авиабилеты Без комиссии И по необходимости Предоставляем Международные туры Тоже к вам за этим Можно обратиться А куда непосредственно Обращаться? Адрес, телефон? Пролетарская 64 Кабинет 308А Вы работаете на рынке Подскажите Всего получается Ну вот как туроператор Год, да? Сегодня нашему проекту Исполняется ровно один год 14 марта 2015 года Мы выпустили свой первый постер Это была вот именно Отправной точкой Нашего старта А как туроператор У нас документы Сейчас находятся в Москве Мы будем Официально получаем С 1 апреля Полностью Вот весь пакет Вот за этот год Который прошел Вы же сейчас какие-то итоги Подводите Вы же соберетесь Встретитесь Вспомните Что такое самое главное Вспомните Чего добились Во-первых У нас была построена Туристическая площадка Для проведения мероприятий Это село Черновая Смоленский район Алтайский край Недалеко от города Белокурихи Мы провели там Собственно два мероприятия 16 мая у нас была Презентация нашего проекта Открытие царской псовой охоты На Алтай Мы собрали больше 600 человек 19 сентября мы провели Первую в истории Красивую Именно рекламную охоту На которой присутствовало Больше 200 человек Скажем так Затем мы участвовали На Алтайской зимовке И вот буквально позавчера Мы приехали С Сибирской масленицы Где впервые в России Мы показали настоящий парад Русской охоты То есть каким образом Происходили Да, был выезд И вы знаете Это было очень Вообще даже волнительно Для нас Для организаторов И конечно же Мы ему показывали Историческую тренировку Каким образом Тренируют русских борзых То есть было показано Забеги русских борзых Вот эти вот репетиции Сколько они отнимают Времени Потому что то что мы видим Да, это вот такой чистовик К которому Идут, идут Подготовятся Как-то Какую-то закулисью Расскажите Или Этого не нужно знать Пусть будет праздник у людей То есть А как этого добились Каким образом? Ну вот смотрите На Масленице Вот участие в параде Забег борзых Задимало ровно 15 минут Да Вот чтобы это все Красиво состояло Было задействовано 37 человек 15 собак 4 верховых лошади Двое саней Присутствовали у нас Не просто охотники Это были кинологи Эксперты По русским совам борзым По русским гончим То есть команда Которая сформирована Это не просто собаки Это не просто представители Это те профессионалы Которые этим занимаются И которые чтят русские традиции И конечно же Принимают с удовольствием Вот в наших мероприятиях Участие Ну а все остальное Как у всех Да Все серьезно Вот вы уже рассказали О тех мероприятиях В которых вы участвовали Да Вот в этом году Сейчас их перечислили На следующий год Уже есть какие-то планы Или сейчас еще все Как только на броске Ну в эту пятницу Мы улетаем в Москву Это две недели Мы будем присутствовать На международных выставках Вот интермаркет И соответственно МИД Затем Новосибирск Туристические выставки Алтайку Алтайские местные выставки И плюс Мы будем формировать Свой рекламный пакет Для туристических агентств Именно Сибири Это те планы Которые у нас До 31 До 30 апреля Далее Самым главным проектом Которым мы сейчас работаем И активно привлекаем Инвесторов Это строительство Музея русской охоты Давайте немножко Об этом тоже расскажем У нас пока есть время А все-таки Музей русской охоты Это впервые Как это должно быть Вот по вашим замыслам По нашим замыслам Это на туристической площадке В село Черновая Должен стоять Красивый особняк В русском стиле Как минимум И мы хотим представить Там на втором этаже Полностью комнату Которая была в Першино Першинском дворце Великого князя Николая Николаевича И представить коллекцию костюмов Которые вот сейчас Возможность есть Примерить на себя Пофотографироваться Причем мы это делаем Абсолютно бесплатно Вот Потом будет составлен Экскурсионный материал Потому что каждый костюм Он несет в себе Многовековую историю Также коллекция картин Русских художников На тему именно Псовой охоты И все что связано Именно с домом Романовых Потому что они у нас По факту в России Традиционно несли И скажем так Вот культивировали Вот это Поэтому это вот Будет очень интересный музей Многие спрашивают Что там ружья будут Я говорю Вы знаете Ну наверное будут Но вообще как бы Мы пропагандируем Безоружейную охоту И конечно же Очень хочется Чтобы наши русские породы Русских псовых борзых Русских гонщих Русских пегих гонщих Так же знали Как вот многие другие На сегодняшний день Коммерческие породы И возможно даже стали Достаточно модными Отлично Спасибо вам большое За интервью Я еще хочу вам пожелать Удачи на выставках Чтобы вам там Сопутствовал успех И чтобы нашлись Те клиенты Те люди Которые с удовольствием Приедут в Алтайский край И посмотрят на то Что вы делаете Спасибо Приезжайте тоже к нам в гости Обязательно Обязательно воспользуемся Вашим приглашением Я напомню нашим телезрителям О современном туризме Мы говорили сегодня С Кристиной Гогульной Генеральным директором Компании Царская псовая охота До встречи Продолжение следует...